Выбор нового смартфона является важным решением, и наверняка многие из вас уже присматриваются к какому-нибудь варианту. Однако, чтобы убедиться, что вы тратите деньги не впустую, существует много факторов, которые следует учитывать, прежде чем покупать новый смартфон. И в этом видео я приведу все эти факторы. А перед началом хотел бы порекомендовать вам сайт ITGAP. На этом сайте вы сможете найти множество статей и руководств в сфере IT. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Дисплей действительно является одним из самых важных элементов в смартфоне. Впрочем, это то, чем вы всегда будете пользоваться для взаимодействия со смартфоном. Экраны бывают разных размеров, разрешений и типов. Несмотря на то, что в большинстве случаев размер является личным предпочтением покупателя, вы всегда должны обращать внимание на разрешение экрана, а также на резкость, которая измеряется в пикселях на дюйм или PPI. Чем выше данное значение, тем четче будет отображать ваш дисплей. Данную информацию обычно можно получить через веб-сайт производителя или с помощью простого поиска Google или Яндекса. Кроме того, не забудьте про тип используемой панели. Обычно на рынке вы найдете два типа, это LCD и OLED. В то время как LCD довольно-таки неплохой, OLED-дисплей просто лучше с точки зрения контраста и энергоэффективности. И, конечно же, с LCD-дисплеем вы никогда не получите глубокие черные цвета. Процессор, используемый в смартфоне, определяет, как быстро он будет работать и как долго он будет служить вам, не поддавая застываниям и глюкам. Следовательно, это должно быть одним из ваших главных приоритетов при покупке нового девайса, если только вы не являетесь очень простым пользователем или склонны часто менять смартфон. При выборе нового девайса следует взглянуть на архитектуры процессора, производительность ядра, эффективность использования батареи и тактовой частоты. Но если вы не хотите заморачиваться с этим, то простой поиск в Google или Яндекс даст вам полезную информацию о том, какой телефон при каком процессоре работает лучше. На данный момент линейка процессоров Qualcomm Snapdragon является лучшим из доступных процессоров для Android-устройств на рынке. А именно Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 865. Тем не менее, даже серии Snapdragon 600 и 700 отлично справятся со всеми задачами, если только вы не увлекаетесь высокопроизводительными играми. На сегодняшний день с тяжелыми приложениями и играми, на мой взгляд, как минимум должно быть 3 гигабайта оперативной памяти для бесперебойной работы. Тем не менее, для опытных пользователей всегда предпочтительнее иметь больший размер, например, 4 или 6 гигабайт. Теперь, в то время как большинство людей проверяет процессор и оперативную память перед покупкой, они склонны упускать из виду размер постоянной памяти. На самом деле, размер, который указывается в коробке или на сайте производителя, также используется для системных файлов. В итоге вы получаете меньшую память, чем указанная спецификация. Например, смартфон с внутренней памятью 32 гигабайта будет предлагать только около 23 или 25 гигабайт полезного пространства, в зависимости от производителя. Конечно же, данный фактор может помешать, ограничивая количество приложений и файлов, которые вы можете хранить в своем смартфоне. Следовательно, не забудьте выбрать вариант на основе ваших требований. Современные смартфоны действительно заменили те старые цифровые камеры. И это то, на что люди в основном не экономят, покупая новый телефон. А на что действительно нужно обращать внимание. Во-первых, несмотря на то, что мегапиксели имеют значение, нужно рассмотреть гораздо больше, в том числе датчик, размер датчика и объектив. По очевидным причинам, больший размер датчика будет захватывать больше света. Еще одним важным фактором является чипсет и обработка изображений, которые также имеют решающее значение при определении производительности камеры смартфона. В этом случае лучше посмотреть ролики на YouTube, где сравниваются камеры тех или иных смартфонов. Время автономной работы является одним из важных, если не самым важным качеством смартфона. Скажем, смартфон, у которого превосходная камера, но заряд аккумулятора длится всего пару часов, будет непредпочтительным, так как вы не сможете использовать его функционал в полной мере. Поэтому всегда выбирайте смартфон с большей емкостью аккумулятора. Обычно для полного рабочего дня достаточны 4000 мАч, но это и не единственное, что имеет значение. Вам также нужна и поддержка быстрой зарядки, чтобы не тратить целую вечность на зарядку смартфона. Наконец, что не менее важно, вы никогда не должны принимать эргономику и эстетику как должное при покупке нового смартфона. На самом деле, перед принятием окончательного решения всегда полезно учитывать размер и вес смартфона. У некоторых людей большие габариты рук, и они могут легко обращаться с более широкими и тяжелыми смартфонами, тогда как другие могут предпочесть легкие и компактные девайсы. Поэтому, если есть возможность, попробуйте зайти в ближайший магазин и проверить на ощупь устройство. Кроме того, учитывайте дизайн и тип корпуса в зависимости от того, как вы собираетесь использовать устройство. Телефоны со стеклянной задней крышкой подвержены трещинам при неправильном обращении. С другой стороны, те, которые имеют пластиковую заднюю часть, предположат немного большую долговечность, в то же время жертвуя приятному ощущению. Конечно же, всё зависит от ваших предпочтений, и перед покупкой нового девайса, тщательно отбирайте приведённые в этом видео факторы. Ну а на этом у меня всё. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok